Для того, чтобы охватить всех школьников области какими-либо видами досуга или отдыха, ведется немало проектов. Одними из них являются Аберапта, Олда, юный орнитолог, экскурсии. Все эти мероприятия интересны школьникам ранее. Из-за карантинных ограничений многие проекты не реализовывались. Все пробелы компенсированы в текущих каникулах. Также дети укрепляют свое здоровье в республиканских лагерях. Ряд проектов являются очень яркими и уникальными. И многие из них даже не дублируются по территории Казахстана. В первую очередь хочу отметить, что это детские археологические смены для наших юных археологов-школьников, которые проводились вблизи села Краснояр в Жаксынском и Адбасадском районах. В летний период охвачено детской археологией 80 ребят. С пользой для дела так называется дневной лагерь на базе агротехнического колледжа села Краснояр. Его посещает порядка 20 детей из 25 школ города Кокшетау. Находятся ребята здесь с 9 утра до 6 вечера. Обеспечены ребята трехразовым питанием, очень плотным трехразовым питанием. С утра в первой половине дня ребята помогают колледжу на приусадебном участке с прополкой огорода, с поливкой. Во второй половине дня ребята отдыхают, они занимаются спортивными мероприятиями. Также с ребятами работают педагогический отряд «Армандо Стар». Педагоги центра внешкольной работы «Аулет» проводят различные мастер-классы. У нас получается лагерь, он не только развлекательный, а также и развивает трудолюбие и так далее. Мне в лагере очень сильно нравится, так как вот только первый сезон начался и началось все шикарно. Все проходит все эти дни очень хорошо. Как отмечают специалисты, до конца августа летним отдыхом будут охвачены 11 тысяч школьников области. Кроме того, 1136 подростков от 14 до 18 лет будут задействованы в озеленении региона отрядами Жасл-Ель.